Привет, друзья и подруги ПП. Сегодня мы считаем деньги свои и чужие. Разговор пойдет о ценах на игры в России и за рубежом. Посмотрим, у кого рубль длиннее. А в эфире на 3david.gamedefistv.ru самая добрая передача от Надира до Зенита. Подпольная правда. Сперва несколько слов к истории вопроса. А еще сперве предупрежу, говорить мы будем о ценах на компьютерные игры, которые распространяются на компакт-дисках и DVD. Так вот, история такая. В первой половине 90-х лицензионных игр на русском рынке было примерно столько же, сколько сейчас на луне воды. Только меньше. Соответственно, цены устанавливались пиратами на их усмотрение, но из-за достаточно высокой конкуренции не сильно превышали себестоимость болванки. В 95-м году доля легальных игр вымахла аж до 2%. Коробки выпускались крохотными тиражами, были дорогими как черт знает что. Такие деньги берут, а бумаги в туалете нет. Так все, уводите его. Так что можно лишь диву даваться, как это к 98-му году их объем на рынке разбух аж до 25%. Ну, потом, правда, приключился августовский кризис и все вернулось на круги своя. Обо всем об этом можно было бы не говорить, если это не одно обстоятельство, которое напрямую касается темы нашего сегодняшнего разговора цен на игры. Речь о компании Бумка. Это когда-то старейший в России разработчик, а ныне собственность фирмы 1С. Эта самая Бумка в 98-м году представила публике первый отечественный квест «Петька и Василий Иванович спасают галактику». Тем, кто застал ту благословенную эпоху, про эту игру ничего говорить не нужно, а тем, кто не застал, не нужно говорить тем более. Главное не в квесте. Главное в том, что это первая у нас в стране игра, которая была выпущена в джавилпаке, в маленькой пластиковой коробочке, в бюджетной комплектации. Это позволило хоть как-то сбить цену и заставило пиратов хоть чуточку угомониться. Что происходит теперь? Про пиратские диски говорить не стану, мы уже делали отдельный выпуск по этому поводу. Цены на них неоправданно подскочили, и когда-нибудь негациантам из переходов метро это аукнется. А что с лицензией? На Западе, к примеру, существуют проекты Трайпл-Эй, высшего класса и всякие уже Би, Си и так далее до Зет. Цены на игру ААА класса и третий сорт разнятся примерно так же, как на парфюм Лайт Блю от Дольче Кабана и одеколон Гвоздика, продаваемый в розы в полуподвальной кустарной фабрике Бирюлевского района. У нас. Открываем магазин Озон.ру. Экшн Мерценарис 2 World in Flames. Товар, который принято оценивать пятачок за пучок. 899 рублей. Коллапс. Жанр определен как убойный экшн в специальной железной упаковке. Не знаю, как сейчас, а лет 500 тому назад такие экшны в железных упаковках сгодились бы разве только порчу на добрых людей наводить. Это 979 рублей. Сталкер. Чистое небо. Официальный приквел к самой атмосферной игре 2007 года. Напортил воздуху на 790 рубликов. World of Warcraft. Wrath of the Leech King. Господи, русская версия в представлении. Надеюсь, не нуждается. Это как раз тот самый Трайпл-А класс. 1S стоит 699 рублей. Это игры в коробках. В железных паках они стоят в среднем рублей 300, опять-таки независимо от привлекательности. Единственное исключение составляет экшн силы зла, издаваемый фирмой 1S, который продается за 146 рублей. Впрочем, странно было бы ожидать другого от игры, где в особенностях указана нечистая сила, да? А картинка по красоте не вполне догоняет наскальные рисунки эпохи Палеолита. Что из этого всего следует? Во-первых, у нас в стране очень любят потолковать в том духе, что, мол, ай-яй-яй, какие поганцы пираты. Продают диски по цене болванок и совсем не думают о вложениях разработчиков. Но официальные издатели и распространители тоже продают диски по фиксированным ценам, а стало быть, не думают о затратах разработчиков. И те, и другие думают исключительно о собственной прибыли. Только одни получают барыш с оборота, другие с наценки. О спросе при этом не думает никто. Еще удивляется, что игроки предпочитают качать, а не покупать. Про платиновое издание старинных игр по сниженному цену промолчу, так как окаменевшее дерьмо Мамонта не нужно никому. Даже соски. Врежь! Да, конская, окаменелая. Ёсподи! Вот такие дела. На этом фоне занятно смотрится новость о том, что 1С и Electronic Arts договорились продавать в России игры по сниженным ценам. Порядок этих цен не оговаривается, да и любопытно не это. Очевидно, что, чтобы продавать дешевле тут, надо взвинтить цены где-то в другом месте. Какая страна заплатит за нас, как вы считаете? Пишите. На правду, как всегда, собака.gamesyfestiv.ru И до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok